Когда человек сдаёт свои экзамены в жизни, все знаки становятся благоприятными. Если какие-то звёзды падают, значит какие-то восходят. На душе становится не случайно светло и не случайно весело. Потому что по дороге, которой ты идёшь и которую не выбирают, ты идёшь правильно. И это и есть признак правильного знания. Некоторые говорят, а изучать нет или не изучать, слушать человека, не слушать. На сердце становится легко, значит слушать, изучать, значит судьба будет меняться к лучшему. Это признак сердца радости, это признак того, что ты идёшь правильным путём, по дороге, которую не выбирают. А если на сердце лучше не становится, значит ищи дальше, что-то другое, может это не твоё. Надо это понять. Большинство людей имеют нормальную судьбу, но не нормальную жизнь. Мы говорим об образе жизни сейчас, понимаете. Если ты проспал с утра, не встал рано, твои проблемы. Это не значит, что у тебя день плохо пройдёт. Ты можешь совершить аскезу и он пройдёт хорошо. Но тебе придётся эту аскезу совершать. Если ты поздно лёг спать, значит, не значит, что завтра у тебя будет плохой день. Нет, просто тебе придётся восстанавливаться больше. Тогда мы просто делаем глупости. Допустим, если ты с парнем встречаешься и не выдержала дистанцию, с постель не прыгнула. Это не значит, что ты потеряла человека. Но вероятность высока. Теперь нужно выдержать дистанцию, чтобы он остался рядом с тобой. Не позволять ему слишком много в отношении. И так далее, понимаете. Нужно ещё учиться правильно жить, мои хорошие. Вот, допустим, женщина, как она совершает аскезы? Она должна очень аккуратно со своим телом. Она бегает аккуратненько, так мягенько. Не надо там рвать когти. Ледяную воду в прорубь женщине надо прыгать. Чуть-чуть холодненькая вода. Бегаем аккуратненько. Мужчин, наоборот, другое тело. Сразу прорубь, сразу холодная вода. Сразу бежим хорошо, крепко. Потому что другое тело, понимаете. Или мужчина заставляет, давай беги быстрее. Сам беги быстрее. Ты, мужик, беги быстрее, что ты её мучишь. Твои проблемы. И не надо быстрее бежать. Ей надо просто бежать. Всё. Достаточно уже, по-моему. Ну, то есть, есть женское тело, есть мужское. Дорогу, которую не выбирают. То есть, мы выбрали гораздо раньше. Если человек выбирает любовь, гармонию, нежность, красоту, доброту, он получает женское тело. Это выбирается раньше, понимаете. Ещё в предыдущей жизни. Если человек выбирает знание, победу, трудности, преодоление мужское тело, оно предоточено под это. Мужчине вообще не надо лечиться. Ему надо просто начать двигаться на природе. Бег, там гантели, там пост, прорубь. И всё. И здоровье само становится хорошим. Мужчине не надо лечиться. Эта женщина должна балансировать, потому что у неё чувства очень тонкие и чувствительные в женском теле. Чувства зрения, обоняния, связание. Чувства очень тонкие и чувствительные. И сильные. Если женщина что-то хочет, она не может это отменить. Они сильные в каком плане? Что они долго тянутся. Желание женское долго тянется, но не отменяется. А женское, мужское желание может быть сильным и кратковременным. Что-то захотел, там, не получилось, но переключился на другое. Ну, то есть, у мужчины сильнее могут быть желания, но они как бы всплесками идут. А у женщины желания долгие. Она чего-то хочет долго. Ждёт. Терпит. Не может отказаться от своего желания. Так устроена психика. И это судьба. Дорога, которую не выбирают. Понимаете? То есть, мы выбрали раньше. У мужчины психика очень нацеленная, волевая. Или, как бы, у мужчины два варианта есть. У мужчины два варианта. Или сдохнуть, или стать победителем. И мужчины выбирают оба варианта. Я, допустим, сегодня в парк пошёл, просто прогуляться, помолиться на свежем воздухе, чтобы лекцию прочитать. Час перед лекцией гулял в парке сегодня. И там, как бы, не только я был. В парке. Там, смотрю, сидят два мужичка. Между ними стоит, как бы, иногда белая стоит, иногда красная. Ну, то есть, между ними стоит. И они сидят, сдыхают просто. На свежем воздухе сдыхать приятнее. То есть, сидят, квасят и сдыхают. То есть, когда мужчина пьёт, это значит, что он не хочет жить. Это такой способ добрый, медленный самоубийства мужского. То есть, в парке там две категории людей я встретил. Одни сдыхают, другие побеждают судьбу. Одни бегают там. Ещё третья категория людей, которые по милости в парк попали. Как вы думаете, по милости кого? Собачки, правильно. То есть, собачка вывела человека в парк. И он за ней идёт. Она его тянет на природу. Потому что собачка оказалась умнее. Она лучше понимает, как правильно жить. Вытянула человека из дома. Слава Богу. По милости собачки хотя бы в парк человек пришёл. Или по милости детей, матери. Дети орут, хотят... Потому что для роста нужен свежий воздух. Дети орут, они не... И люди, матери чувствуют интуитивно. Надо идти гулять на свежую. Она идёт, он успокаивается сразу, спит. Растёт, развивается. Свежий воздух нужен. И мать заодно получает свежий воздух. Неправильный образ жизни, понимаете? Это не то, что у меня судьба тяжёлая. Просто неправильный образ жизни. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Чёрное море. Анапа. Много светлых лиц. Две недели счастливого отдыха. Лекции. Тренинги. Йога. Цигун. Концерты. Песни. Театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть. Так ли это?